Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Мир образования» в студии Елена Борисова. Вы образованы и весь мир ваш. Вот девиз нашей программы. В марте в Москве прошел съезд Российского союза ректоров, который сформулировал основные образовательные проблемы и вынес предложение по их решению. Ректоры приветствовали идею отменить на три года ЕГЭ и заменить специалитетом систему бакалавриата и магистратуры, которая станет обязательной уже в следующем учебном году. Зампред Комитета по образованию Госдумы Олег Смолин предложил также дать студентам право выбора между дипломами бакалавра и специалиста. Одобрили ректоры и предложение депутата переподготавливать специалистов с помощью дистанционного обучения, увеличить количество бюджетных мест в 2009 году и заморозить на период кризиса сокращение вузов. Все инициативы Смолина университетская элита встретила овациями. Кроме того, работники вузов одобрили внесенный в Госдуму законопроект, позволяющий им создавать малые предприятия. По предварительным подсчетам, эта мера обеспечит рабочими местами около 30 тысяч выпускников. Министр образования Андрей Фурсенко большую часть инициатив ректоров не поддержал. Для того, чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того, чтобы научиться самому. Мишель Монтень, французский писатель и философ эпохи Возрождения. Сегодня в выпуске. Русский язык в литовской школе, малый бизнес и не только, ежедневник мирообразования, кто поднялся на Олимп. На съезде Союза ректоров Любовь Ербицкая, председатель Совета ректоров вузов Северо-Западного федерального округа, предложила ввести курс русского языка и культуры речи в программу абсолютно всех вузов и факультетов. Кроме того, без знания родного языка не допускать соискателей до должности депутатов, премьеров и президента. Мы задались целью выяснить, как преподают русский язык и литературу в школе. Ведь они традиционно остаются основными предметами. Школу номер 1247 называют обычной литовской, ведь ее особенность – этнокультурный литовский компонент. Но находится она в Москве, и русский язык, и русская литература – в ней обязательные предметы. Программа та же, что в обычных российских школах. А что это такое фразеолария? Это устойчивое словосочетание. Это устойчивое словосочетание. Но мы оказались на уроке во втором классе. А в этом возрасте, читая книги, учатся не только языку и литературе. Учатся еще и понимать собственные чувства и чувства самых близких людей. Семья – это кто? Мама, папа, дедушка, дедушка и бабушка, естественно, сынок или дочка. И, конечно, дети. Выражать свои эмоции ребята не стесняются. Их учат это делать грамотно. С помощью речи, всех ее красок. Хорошая литература в этом помогает. А что мне скажет Олег? А у нее бывает плохое настроение, когда вот она приходит домой, а у нее там посуда не выкнута. Или надо еще там куда-то сходить в магазин, а ей не хочется, ей хочется приехать. Почему мамы кроме работы еще много дел? Нам показалось, что дети, читая забавные стихотворения Эдуарда Успенского, извлекли из него столько важных для себя открытий. Ах, если бы мы, взрослые, также умнели, читая свою взрослую литературу. Тема нашего урока связана с мамой, с отношениями детей и родителей. И этот урок прошел в очень таком хорошем, позитивном ключе произведения. Мы выбрали юмористическое, веселое. И благодаря этому произведению можно подвести детей к более серьезным проблемам. Но мы с вами сейчас узнаем историю Дениски Кораблева, где мама его не расстроилась, она рассердилась. Всякий ли девятилетний ребенок сформулирует разницу между этими глаголами? Этих детей с помощью литературы учат понимать не просто слова, но чувства других людей и осознавать, чем отличается шалость от проступка. Я думаю, что на уроке литературы они как раз проживают разные ситуации. И веселые, и комические, и какие-то грустные, и тяжелые. И учатся быть хорошими людьми. Судя по тому, как эти дети говорят и как они рисуют, у них очень светлый взгляд на мир. А значит, им, конечно же, удастся стать хорошими людьми. И литература им в этом поможет. И мы вот роман. В российских школах, в отличие от многих зарубежных, образование всегда соединялось с воспитанием. Особенно в начальных классах. Что же касается профессиональных училищ и колледжей, то там еще важнее правильный подход к социализации учащихся. Похоже, им владеют в Московском колледже малого бизнеса, в котором побывала Берта Таймуразова. Говорят, будущее за малым бизнесом. Одним он дает работу, других обеспечивает товарами и услугами. А значит, всем нам нужен. И к нему следует готовить подрастающее поколение. Профессии, которые получают в Московском колледже малого бизнеса, всегда востребованы. На протяжении 70 лет образовательные учреждения готовили специалистов для обувной отрасли и предприятий торговли. В связи с изменившейся ситуацией в Москве в 90-е годы в образовательных учреждениях профессионального образования были введены другие профессии. Это профессии сферы бизнеса. Сегодня здесь готовят не только обувщиков, но и секретарей, рекламных агентов, продавцов, операторов ЭВМ. После получения начального профессионального образования можно перейти на следующую ступень – среднее профессиональное образование. Но главная особенность колледжа – обучение ребят с ограниченными возможностями. Поэтому здесь есть два коррекционных класса. В них получают профессию сборщик верха обуви. На втором курсе, после практики на предприятии, ребята становятся настоящими профессионалами. Эти детки к нам приходят из коррекционных школ города Москвы, интернатов. К этим детям нужен особый подход, им нужна забота, где-то и ласка. Очень нужен тесный контакт обязательно с родителями, мы его поддерживаем. Дополнительное образование также важно, как основное. Ведь оно по-своему готовит студентов к будущей взрослой жизни, развивает творческие способности. Поэтому после уроков ребята посещают различные кружки и секции. Кому-то ближе занятия спортом, здесь и штанги, и мячи, и даже можно попробовать свои силы в армрестлинге. А для кого-то пение является важной составляющей жизни. Мы очень часто участвуем в конкурсах, не только всероссийских, но и международных. В частности, в 2005 году во Всероссийской международной ассамблее моды мы в номинации юниор заняли первое место. В 2005 году мы стали лауреатами в городе Анапе по предпринимательским проектам, представляя работы, изготовление изделий из кожи. Многие преподаватели колледжа – выпускники этого учебного заведения. Они готовы поделиться знаниями не только со своими студентами, но и со всей Москвой. В колледже работают преподаватели, которые являются авторами учебников с грифом Министерства образования. Значит, наши преподаватели написали учебники товароведения, которыми пользуется вся Москва, рабочие тетради по товароведению. Эти ребята сделали выбор в пользу малого бизнеса, так как реально смотрят на вещи. Ведь качественное образование модно всегда. Ежедневник Мира образования познакомит вас с некоторыми датами прошедшей недели. 30 марта 1858 года Хайми Лимпен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на конце. 31 марта 1596 года родился Рене Декарт – французский философ, физик, математик, положивший начало аналитической геометрии. В этот день в 1882 году появился на свет Корней Чуковский, настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков, детский писатель, а также критик, литературовед, переводчик. 1 апреля в России отмечается День смеха или День дурака, а также День математика и День физика. 2 апреля 1805 года родился Ганс Христиан Андерсен – датский писатель, поэт и сказочник. В этот день весь мир отмечает Международный день детской книги. В этот день в 1647 году родилась Анна-Мария Сибилла Мериан – немецкая художница, путешественница, исследовательница насекомых, иллюстрировавшая своими рисунками научные издания. 4 апреля 1147 года князь Юрий Долгорукий устроил Великий пир в честь князя Святослава Ольговича в Москве. Это послужило причиной первого упоминания города в Лаврентьевской летописи. В этот день в 636 году умер святой Исидор Сивильский, испанский церковный писатель и ученый, автор первой в истории энциклопедии. В 1999 году покровитель создателей и пользователей компьютеров и интернета. В начале весны отмечается Международный день театра. Взрослые театры состязаются в золотой маске, а школьные коллективы участвуют в конкурсе «Театральный Олимп». На его финале рукоплескал артистом Константин Ипремов. Преподнести себя и свои таланты на настоящей профессиональной сцене – мечта многих подростков. Сегодня для этого достаточно лишь войти в театральный коллектив своей школы. Об остальном позаботится окружное управление образования Москвы. Оно уже третий год организует для молодых дарований фестиваль под названием «Театральный Олимп». Здесь, на сцене театра «Модерн», любой школьник может проявить себя в качестве актера, режиссера, сценариста, музыканта или костюмера. И для успеха совсем не нужна опека школьных учителей. Ведь театр гарантирует техническую помощь осветителей и звукорежиссеров. А вот поддержка одноклассников никогда не бывает лишней. Изменился, наверное, уровень подготовки самих актеров. Понимая, что им придется выступать на профессиональной сцене, они больше занимаются сценической речью. Они больше стараются грамотнее, что ли, организовать мизансцену. Они серьезнее относятся к выбору репертуара. На фестиваль было представлено 58 постановок по Пушкину и Гоголю. Коллективы победителей, отобранные жюри, вышли на сцену с лучшими отрывками из произведений классиков. Из всех школ лишь одна с театральным уклоном. Ее ученики выступили вне конкурса, сыграв музыкальный отрывок из «Вечеров на хуторе Близди Каньки». Мы на самом деле очень долго мучились. Очень тяжело нам давалась обстановка. Мы читали, мы сидели допоздна. Не побоялись помучиться и посостязаться с остальными даже слабослышащие дети из коррекционной школы номер 37, выступив с хореографической постановкой «Вальс цветов». Конечно, преподаватели помогают им реализовать свои таланты, ведь им труднее, чем их сверстникам. Но многие из этих детей уже готовятся стать актерами театра мимики и жеста, пойдя по стопам своих родителей. Возможно, в следующем году победа на фестивале достанется именно им. А сейчас Константин Ефремов сообщит нам некоторые новости, связанные с профессиональным образованием в России. Пожалуйста, Костя. Спасибо, Елена. Такие специальности, как, например, стелевар или сварщик, могут быть введены и в вузах, пишет Правда.ру. Это связано с тем, что уровень подготовки некоторых специалистов уже может считаться приравненным к прикладному бакалавриату. Однако многие профессии теряют актуальность, а их обладатели – работу. Переподготовкой кадров будут заниматься в национальных исследовательских университетах. Согласно планам Миноборнауки, этот статус будет присвоен 250 вузам, наиболее эффективно осуществляющим эту переподготовку. Оплата труда преподавателей вузов и техникумов должна стать более рыночной. По словам Владимира Миклушевского, их заработная плата будет состоять из гарантированной части и стимулирующей, величина которой зависит от мнения руководителя учебного заведения. От Министерства образования и науки будет зависеть и благополучие многих иностранцев в России. Это ведомство получит право выдавать вузам разрешение на проведение тестирования заграничных граждан, которые желают стать нашими соотечественниками, и выдавать им сертификаты о знании русского языка. Это были все новости. Елена. Спасибо, Костя. Как видим, реформаторская мысль в области образования не стоит на месте. Посмотрим, как это отразится на нашем с вами благополучии. Всего вам доброго, успехов, до встречи в эфире.